Ощущение, что нас хотят уничтожить. Жители Подмосковного, Воскресенска и других населенных пунктов Московской области жалуются Владимиру Путину, что уже практически неделю сидят без тепла. И пока миллиарды из российского бюджета уходят на ракеты для обстрелов Украины, россияне вынуждены греться на улице у костра. Подробнее Полина Шандрак. Мы знаем! Мы знаем! На видео жители города в Воскресенском районе Подмосковья, который находится буквально в 80 километрах от Кремля. Замерзают они в собственных квартирах, страдают от холода и в самом Воскресенске. Горожане записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить их проблему. На данный момент у меня температура в комнате сейчас 6 градусов. Вот скажите, как вот можно выживать при такой температуре? Это слов нету. Я хочу сказать, мы не живем, а существуем. Жительница Воскресенска рассказала нам, что такая ситуация в городе длится на протяжении нескольких лет. По ее словам, все дело в изношенной котельной. Котельная не рассчитана на такое количество домов. Дышит, наладан, котлы постоянно выходят из строя. Новую руководство только обещает, но ничего не делает. И в прокуратуру писали, и письмо коллективное в 28 инстанций вплоть до приемной президента. А ВОЗ и ныне там. В Подольске, где с 4 января тысячи людей остались без отопления и горячей воды, прошла очередная встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Горожане требовали уволить всех, кто замешан в их беде, в том числе главу города Григория Артамонова. Господин Артамон, где, я вам задаю вопрос, где представитель управляющей компании. Нас интересует вопрос, кто подписывал в нашей котельной на подачу тепла в этом городе. На этот отопительный сезон, кто его подписал. В таком условии у котельной крыши нет. У котельной нет крыши, она полуразрушена. После коммунального коллапса в Подольске задержали заместителя главы местной администрации, гендиректора и начальника котельной. А вот отопление появилось еще не во всех 176 домах. У нас 86 домов под теплом, но все в нюансах. Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод, на территории которого находилась котельная. Последние полтора года, как выяснили журналисты издания агентства, предприятием руководили бывший охранник Путина Игорь Рудыко и полковник ФСБ Игорь Кушников. Находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. Несколько суток в минусовую температуру без отопления более 20 населенных пунктов Московской области. В электростале, например, пытаются согреться на улице у костра. В Дмитрове решить сразу несколько проблем. Вместе с теплом в городе пропал свет и прорвало канализацию. Многочисленные жалобы о проблемах и авариях в сфере ЖКХ публикуют в соцсетях жители и других регионов страны. Батареи ледяные, а прям тепло, говорит, что не отключали. Похожими видео заполнены местные чаты находки в Приморском крае. Из-за аварии на местной котельной, как заявляют в региональной прокуратуре, без отопления остались практически 6 тысяч жителей. Почти двое суток радиаторы в городе Находка в районе Рыбпорта на улице Гончарова холодные. Мне сообщают жители улиц Гагарина, Верхнеморской, что у них все то же самое. Вторые сутки без отопления 300 домов в Екатеринбурге. А жители Тульской области без отопления света и воды с начала Нового года. И пока в российских регионах люди замерзают в собственных домах, Владимир Путин тратит миллиарды на ракеты для обстрелов Украины. 29 декабря Россия выпустила по украинским территориям более сотни ракет. Эта атака была самой массированной с начала полномасштабной войны России против Украины. По подсчетам издания «Экономическая правда», она стоила Кремлю не менее 1 миллиарда 280 миллионов долларов. А это больше пяти годовых бюджетов замерзающего Подольска. Полина Шандрак, Белсад.